Здравствуйте, дорогие телезрители! С наступающим вас! Мы с вами находимся на стадионе Металлург и отсюда мы начинаем нашу передачу станцию спортивную новогоднюю. Мы подготовили три самых популярных в нашем Ленинском городском округе вида спорта. Обо всем мы расскажем по порядку. Поехали! Начнем с коньков. Коньки у нас один из самых популярных видов спорта. Можно кататься под открытым небом, а можно перейти в Ледовый дворец. Для всех желающих посетить каток стадион Металлург распахивает свои двери. Вариантов может быть два. Первый – это хоккейная площадка под открытым небом. Заливается она исключительно при устойчивой минусовой температуре. На ней действует более свободное расписание. Достаточно знать день, например, для любителей погонять шайбу, или же наоборот, когда шайба с клюшкой под запретом. И все, приходи, играй, катайся. Однако у этого варианта есть и обратная сторона. Например, качество льда. Как бы кто ни старался, залить его, как во дворце, увы, не получится. Затем резкое потепление или снегопады также приведут к закрытию катка. Другой вариант – крытый каток стадиона Металлург. Здесь и качественный лед, и теплые раздевалки. Работают пункты питания, заточка и прокат коньков, поддерживающие стойки для детей в народе пингвинчики. И даже консультирует профессиональный тренер. То есть имеется все для занятия спортом с максимальным комфортом, но действует четкое расписание. Начнем с массового катания. Оно бывает для всех желающих и, так сказать, для продвинутых пользователей. Какой настрой и что еще взять с собой, расскажет руководитель данного направления Антон Галямов. С настроем совершенно верно. Это с праздничным. Что касается того, что необходимо взять с собой, конечно, нужно взять доски и переодеть, взять коньки. Если, не дай бог, у вас нет коньков, то вы сможете взять их в прокате. Можете взять с собой чай, чтобы согреться после катка. Ну, несмотря на то, что он закрытый, все равно прохладненько. Соответственно, в кафе можно взять чай, кофе, покушать. Также, что немаловажно, одежду тоже переодеться, какую-нибудь термо взять с собой, особенно если дети. Что касается, кто может прийти, совершенно любой человек может прийти. Тот человек, который хочет покататься, у него не должно быть грани каких-то. Может он прийти или не может. Здесь можно спокойно покататься, как родители с детьми, так и спортсменам, для них специальное время отведено, так и молодежи. Что касается конкретно молодежи, у нас реализована следующая история. У нас будут реализованы дискотеки с дискотечной музыкой современной. Будет цвета музыка, какие-то конкурсы будут на катке. Мы будем рады видеть всех. И всех заведем к нам на катку. Есть такая ситуация, что кто-то катается лучше, кто-то катается хуже. Но всем захочется после новогоднего стола прийти к вам и, скажем так, заняться спортом, этим прекрасным миром спорта. Когда прийти профессионалу, когда прийти любителю, можно ли прийти с семьями и вообще вот это как-то все вместе происходит или это происходит по отдельности? Как лучше сориентируйте людей? Ну, как правило, на всех катах профессионалы и любители вместе с профессионалами катаются в определенное время. Поскольку это связано с тем, что они отрабатывают элементы, они немножко сложноватые. И это будет опасно для кого-нибудь другого, например, для кого-то не умеет кататься. В плане этого у нас реализовано раздельное катание. Есть специальные спортивные сеансы массового катания, на которых ученики фигурных школ, хоккейных школ могут прийти к нам и потренироваться. Также начинающие, также могут приходить и тренироваться со своими тренерами. Ну, у нас реализовано еще массовое катание для населения, где может прийти любая семья со своими детьми покататься. Для детей есть пингвинчики, специальные стоечки, чтобы начинать чувствовать лед. Поскольку человек чувствует себя неестественно на катке, когда первый раз становится, поскольку он не может одновременно стоять и ехать. Мозги не бегают в это. Также у нас будут специальные отдельные сеансы дискотеки для молодежи, вечером, вечером, вечером. Поэтому у нас есть три направления. Спортивное катание, катание для семей, чтобы они могли прийти с детьми, и дискотеки, на которых молодежь может потанцевать и на льду, и послушать музыку. И, как говорится, темнота друг молодежи будет темненькой и с красивыми фонариками. Ну и при вере Нового года, что вы пожелаете всем жителям города Видно? Я пожелаю, чтобы в их жизни было очень много спорта, очень много веселья, пусть даже во время спорта, пусть даже во время элементарного любимого занятия. Ну и здоровье. В наше текущее время здоровье очень важно. На катке из числа посетителей преимущественно была молодежь. Ребята с радостью поделились своими эмоциями. Привет, как зовут тебя? Арсений. Арсений, скажи, пожалуйста, вот на катке, какие эмоции ты испытываешь? Бомбические. Бомбические. Вот скоро новогодние праздники. Сколько раз ты придешь на каток? Сколько будет? Все. Все? Все, сто процентов. Понятно. Сколько ты выдержишь времени на льду, не останавливаясь? Ну, часика полтора, наверное. Часика полтора. Ясно. Ну, я тебе желаю, чтобы ты в следующем году сказал мне, что ты будешь выдерживать три часа. Спасибо большое. Спасибо. Скажи, пожалуйста, вот насколько ты считаешь массовое кантание такое благотворно влияет на спорт? Ну, не знаю, люди любят кататься на каниках, которые просто не тренируются, ничем не занимаются. Не знаю, я ничем не занимаюсь, мне нравится просто кататься. Скажи, новогодние праздники и каток – это то самое место, где можно совместить каникулы и занятия спортом. Или же все-таки тебе нравится какой-то другой вид спорта, а каток – это что-то такое вот отдаленное. Первое. Вообще зима – это вайп, особенно когда каток. Понятно. Ну, я тебе желаю удачи. Занимайся своим любимым видом спорта. И пусть тебе повезет в следующем году. Спасибо. Спасибо. Многие полагают, что крытый лед с клюшкой и шайбой доступен лишь профессионалам или участникам команд. А нет, погонять в хоккей могут все. Главное – придерживаться расписания. Про хоккейное направление нам расскажет спортивный директор Юлия Ядревского. Вот я смотрю, в хоккей сейчас играют ребята. А можно ли взрослому прийти, поиграть в хоккей, профессионалу, полупрофессионалу или тот, кто вообще, кто первый раз дал клюшку в руки? На самом деле, хоккей, как говорится, все возрасты покорны. И мы ждем на нашем вреде в хоккей абсолютно всех. Независимо от физической подготовки, независимо от почек. К нам можно прийти как с трех лет, дети приходят. Также есть очень много взрослых, кто давно леет свою мечту. И вот все-таки решился наконец-то встать на коньки и заняться хоккеем. Новогодние праздники. Человек после застолья взял клюшку, захотел, так сказать, вспомнить былую молодость. Или, например, наоборот, сказать о том, что вот я решил, насмотрелся по телевизору на хоккейные соревнования. И вот решил встать на коньки, взял коньки, клюшку и захотел поиграть. Ну, компании большой нет, скажите, пожалуйста, может он к вам прийти и такое удовольствие для себя здесь получить? Мы, во-первых, за то, чтобы, конечно, новогодние праздники прошли очень активно. Потому что город Видное, сам по себе это располагает, очень много спортивных площадок, спортивных активностей. И в том числе и на нашем катке мы подготовили очень много интересного. Ну и то, что касается хоккея, конечно, мы ждем всех, можно приходить в семьи. Они, может быть, дети уже увлекаются хоккеем, папы хотят попробовать. Или наоборот, как часто бывает, что папы любят хоккей, занимаются любительской хоккейной команде. И вот у них уже малыш, так сказать, уже возрослел, и можно ему тоже поставить на коньки. У нас работают тренера, и мы можем абсолютно с любыми заниматься. Даже если вы не умеете, не знаете, с чего начать, куда тратить копировку, вы можете прийти к нам на каток, мы вам все покажем, расскажем, как куницу одеть, что нужно подобрать. Здесь также работают парога. Но потом мы ждем вас всех на льду, наши тренеры вас поддержат во всех ваших начинаниях. Какие дни новогодние праздники вы будете работать? Мы работать будем с первого числа. Поэтому каждый день мы будем ждать всех на каток. И, конечно, хоккей такая командная игра. И, безусловно, я думаю, что при наличии количества желающих мы соберем и товарищеские игры, которые мы регулярно проводим здесь. И детские турниры. Потому что нужен драйв, нужен позитив, нужен вот эта вот командная игра, командная среда. И у нас обязательно все получится. Потому что в команде все мы поддержим. Ну, как песня говорится, трус не играет в хоккей. То есть нужно набраться смелости, прийти на лед. Согласны с этим? Конечно. А при поддержке наших замечательных тренеров, я думаю, что у вас все получится. Начать с первых шагов. А дальше уже, если будет появляться интересно, ждем вас и в профессиональном детстве, в сердце, в нашей команде. И взрослые также могут присоединиться. У них есть взрослая команда, любители. И здесь регулярно проходит чемпионат любительский. И очень много команд с района участвуют регулярно, каждые выходные. Ну, а просто новогодние праздники – это лучшее время, чтобы начать. Потому что много свободного времени, да, есть чем заняться. И в рабочие дни мы не успеваем, да, посвятиться спорту. А здесь можно как раз прийти, попробовать. И если у вас эта игра в заворажку, и вы любите хоккей так же, как и мне будет, то приходите к нам, и мы всегда будем рады вас видеть. Ну и традиционно. Что вы пожелаете всем жителям города и всем нашим телезрителям в новом году? Я желаю, чтобы вы мечтали о спорте, вдохновлялись спортом и приходили к нам на каток заниматься хоккеем. Юный хоккеист поведал нам, сколько времени потребуется на шаг от дилетанта до уверенного катания на коньках. Привет, как тебя зовут? Илья Папаев. Илья, скажи, пожалуйста, сколько ты вообще занимаешься на катке? Полтора года. Полтора года. И сколько раз в неделю ты приходишь на лед? Два раза. Два раза. Скажи, а сколько тебе понадобилось времени для того, чтобы так хорошо научиться кататься? Мне понадобилось где-то год. В новогодние праздники тоже будешь? Да, буду. И сколько раз? Тоже два раза. Спасибо тебе большое. Спасибо. Наступай всем тебе. Какие у нас лучшие игры? Сейчас мы с вами перенеслись на лыжню. Лыжи – это традиционный русский вид спорта. Начинали с деревянных. Сейчас, конечно, уже лыжи перешли в стадию пластиковых, облегченных, еще каких-то всяких самых разных. Но, кстати, на лыжне встречаются люди и с деревянными, традиционными лыжами, которым уже много лет. В любом случае, эта трасса позволяет заниматься различными видами спорта. Конечно, преимущественно здесь лыжи. Трасса нарезана для классического хода. Трасса есть и для конькового хода. Ну и потом. На этой трассе можно встретить не только лыжников, не только людей, которые просто прогуливаются. Здесь занимаются различными видами спорта. Ну и самое главное. Эта трасса круглосуточна. Не нужно что-то ждать, не нужно смотреть расписание. Когда вы хотите, тогда и приходите. И это действительно так. Дистанции доступны 24 часа 7 дней в неделю. Всего их две. Это 300 метров вокруг поляны, а также дистанция длиною в 3 километра. На ней, как говорится, все прелести лыжни. Будут вам и резкие спуски, и крутые подъемы, и ровная, как доска трасса, в сопровождении лесного массива. Лыжня доступна любому желающему. Конечно же, большинство здесь лыжников, а еще бегунов и просто прогуливающихся. В первую очередь, мы предложили высказать свое мнение о лыжне спортсмену, предпочитающему бег вместо лыж. Здрасте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Игорь. Игорь, очень приятно. Меня Кирилл зовут. Игорь, скажите, пожалуйста, вот вроде бы лыжня, но я смотрю, вы так хорошо бегали интенсивно, пропотели, и не все как положено. Приятно бегать по такой трассе? Ну, конечно, приятно. Лыжники ее мне подготовили, все утрамбовано, все очень даже комфортно и удобно. Спасибо лыжникам! Здорово. Скажите, пожалуйста, как часто вы бегаете на такой трассе? У меня сейчас я задался целью, я хочу летом пробежать марафон. Вот. Привет всем моим одногруппникам. Хочу пробежать марафон, и где-то уже в течение месяца я вот подготавливаюсь интенсивно. Там это, естественно, все это поэтапно идет, поэтому не могу вот сбиваться с ритма. Поэтому бегаю по снегу здесь. Ясно. Новогодний стол, салатики, оливьешечки, икорочка, там, ну, все как положено. Скажите, пожалуйста, на какой день вы снова готовы вернуться на лыжню, да? Ну, в данном случае для вас беговая дорожка, подкрашенная, скажем так, белым цветом? Я думаю, не сразу. Не сразу. День, наверное, на второй или на третий, но обязательно вернусь. Я уже сам себе сказал, что Игорь, режим важнее вот всего остального. Поэтому на второй, третий день. Понятно. Сколько километров планируете пробежать за новогодние праздники? Сто? Ну, да. Сотку надо пробежать по-любому. Да. Понятно. Ну, и традиционно, что вы пожелаете всем жителям города Видное и нашим телезрителям в новом году? Я хочу, чтобы ваши мечты сбывались. С Новым годом! Ну, и, конечно же, в свою профессиональную оценку трассе дали лыжники. Екатерина, скажите, как лыжня? Как снежок? Снежок замечательный. Лыжня тоже хорошая. Накатанная. Можно и коньком ехать, и елочкой. Ну, коньком и классическим, да? Да, и классическим. Хорошо. Такой вопрос. Вот в преддверии Нового года, да? Вот вы сейчас набираете форму, да? Скажите, а вот новогодний стол, как вы считаете? Вот, ну, как без него-то? Ну, как? Немножко новогоднего стола, а потом заняться спортом. Тем более, есть такая хорошая возможность. А скажите, пожалуйста, какого числа собираетесь снова на лыжню? Да, второго, первого, третьего. Сразу же поздравляю всех жителей города Видного с наступающим Новым годом. Желаю классного настроения, хорошего, крепкого здоровья и активного препровождения. Спасибо большое. Еще одна лыжница, Екатерина, вообще призналась, что лыжи для всей ее семьи – это спорт номер один. А также дала совет, сколько нужно времени на сборы. Ой, вы знаете, для нас собраться совсем не сложно. Мы можем быстро взять лыжи, они у нас обычно в машине лежат, и все, полчаса мы на лыжне. Понятно. А почему лыжи, в какой, скажем так, в какой последовательности среди любимых видов спорта у вас лыжи стоят? Первые, вторые, третьи? И какие еще виды спорта? Ну, вы знаете, у нас лыжи зимой на первом месте, потому что мы катаемся и на горных лыжах, и на беговых лыжах, и коньковым ходом, и классикой. И вот я, девчонок мы поставили в прошлом году, позапрошлом году, младше 7 лет, старше 8 лет, мы поставили их на лыжи. Вот сейчас они в классике ходят, собираемся отдать их в секцию с этого сезона, пусть их обучат кататься правильно, без ошибок. Поэтому зимой это лыжи на первом месте, ну, а летом у нас и байдарки, и теннис, велосипеды, и трекинг просто походы. Здорово. Скажите, пожалуйста, сколько, ну, скажем так, какого числа приедете на лыжню? Ну, мы просто уезжаем на праздники, на дачу, поэтому на лыжню мы встанем на даче, ну, практически сразу как проснемся и пойдем кататься. Являются ли лыжи лучшим продолжением новогоднего стола? Екатерина ответила, не задумываясь. Однозначно. Я считаю, вообще лыжи лучшим видом спорта из всех, которые, ну, я люблю, которые я знаю, которые у меня получаются. Ну, а так, это оптимальные, это нагрузка на все виды мышц. Если классика, то это вне конкуренции, что называется коньковый. Тут есть особенности, здесь нагрузка на определенные виды мышц, и она может быть, я самоврач, поэтому с точки зрения правильности нагрузки, наверное, классика однозначно лучше и полезнее. Дорогие телезрители, как мы говорили, вечером, примерно в 16.00 автоматически включается свет. Гореть он будет до самого утра на протяжении всей трехкилометровой трассы. Поэтому списать собственное нежелание на обстоятельства, увы, не получится. Собирайтесь с духом и телом, когда угодно, и приходите сами, с семьей, с друзьями. Лыжня вас ждет. С лыжами, кроссовками и даже просто на прогулку. Ну что же, а мы двигаемся дальше. Друзья, если вас не устроил ни один из представленных видов спорта, ни коньки, ни лыжи, то можно просто покататься на санках или ватрушках, что делали наши предки. Катание на санках – это традиционная русская забава, известная испокон веков. Сейчас у санок имеется солидный конкурент – это ватрушки. Катание на них называется тюбинг. Официальным видом спорта он не является, однако доставляет массу удовольствия всем желающим. Сани, напротив, за всю свою историю доросли до профессионального спорта. Но это уже другая тема. Мы лишь приглашаем всех для развлечения и активного времяпровождения. Самым популярным местом для катания является прилегающая территория возле кинотеатра «Искра». Более того, благодаря администрации Ленинского городского округа каждый год из ледяных кубиков сооружают горку, привлекающую множество детей. С папой одного из них мы пообщались. Как новогоднее развлечение? Это отличное времяпровождение? Не знаю, мне нравится очень с дочкой, она тоже очень довольна. Этот, скажем так, вид спорта, вид деятельности, вид заряда настроения, он хороший повод, чтобы встать из-за стола и прийти сюда и вот здесь продолжать встречу Нового года? Это лучший повод, я думаю. Во-первых, это весело, во-вторых, это полезно, воздух и растрястись немножко. От застолья, от всех, ну и, соответственно, детям приятно. Ясно. Скажите, пожалуйста, вот на санках у нас традиционно всю жизнь катались, матрушки сейчас все перестали. Как вы считаете, этот вид спорта такой, как бы, ничего неофициальный, но вот уже вид спорта в каком-то смысле слова, он имеет место быть и он как-то развивается или как вы считаете? Я считаю, что ватрушек с каждым годом все больше. Они немножко, наверное, просто не для вот такой вот местности, да, а больше для каких-то холмов, лесов и так далее. Ну, ватрушках классно, я думаю, с каждым годом их все больше. Некоторые наотрез от них отказываются, говорят, что они очень опасны. Как ваше мнение? Я не знаю ни одного случая ни у себя, ни у своих знакомых, кто бы получил какую-то травму, используя ватрушку, если честно. Ясно. Соседняя горка, да, соседние вот эти вот аттракционы, так сказать. Скажите, не страшно на них съезжать? Съезжали ли? Я лично нет. Дочка еще не такая большая, чтобы я пустил ее туда съезжать, но попробуем, я думаю, может, на садчик год. Понятно. Ну и традиционно, в преддверии Нового года, скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали всем жителям города Видное? Ну, во-первых, я желаю всем не париться, скажем так, потому что сейчас очень время такое, когда нужно от всего максимально отрешаться, от негативного и соседотачивать свое внимание на детях, на веселье и на всем остальном, что важно. А важно вот что. Да? Малыш. Да. Скажи всем, с Новым годом. С Новым годом. Спасибо большое. И вам спасибо. Удачи. Всех с Новым годом. До свидания. Спасибо. До свидания. Дорогие друзья, вы все видели своими глазами. Мы для вас осветили три вида спорта, которые являются самыми популярными. Это и коньки, это и лыжи, и это катание на ватрушках. Вы можете заниматься чем угодно. В любом видах спорта главное вставайте за стола. Двигайтесь, получайте от этого удовольствие. Радуйте жизни. И все у вас получится. Напоследок я хочу пожелать вам в Новом году счастья, удачи, добра, всего самого наилучшего. Пусть вы будете всегда здоровы. Пусть вы будете всегда подтянуты. Пусть у вас будет идеальная фигура. И пусть у вас будет великолепное настроение, которое будет с вами весь год. А я прощаюсь с вами до следующего года. С останутся спортивные. С вами был Кирилл Махров. Удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова